В принципе, здесь нежилое помещение и каких-то самовоспламеняющихся веществ ничего такого не могло просто так взять и сгореть. И в момент того, как здесь произошел пожар, здесь бегали некие подростки, которых засняли камеры в соседней типографии. Они сначала бегали там, соответственно, а потом бегали у нас. И именно в тот момент, когда они бегали, говорят, что, возможно, они взрывали какие-то петарды. Но это еще пока не подтверждено официально вообще никакими источниками. И, соответственно, именно после того, как они здесь бегали и что-то делали, начался вот пожар. Пока что только такая версия, потому что сам сгореться он не мог. В помещении находились велосипеды. Люди хранили то, что не могут хранить в своих квартирах. Велосипеды, холодильники какие-то старые. Возможно, у кого-то закрутки какие-то были, продукты питания, например, картошки большие. В больших весах хранились. То есть то, что нельзя хранить в коляске какие-то детские. То, что нельзя хранить в квартире, это как просто кладовка. Как у людей балкон. Есть? Вот у нас то же самое было. Здесь очень шаткий пол. Здесь постоянно рушится штукатурка. И в любой момент это все может упасть. У нас очень много детей в коридоре. Их больше 10 человек. И не дай бог, если что-то это все на детей обрушится. Просто тут дом в ветхом состоянии. Он в любой момент может рухнуть. Ваши имущества именно пострадали? Ну, смотрите, дело в том, что у нас общежитие. У нас есть комнаты, в которых одно имущество. Но у нас есть коридор, куда мы вынуждены поставить другое имущество. Это стиральные машинки. Это какие-то вещи, что-то строительное, банки, закрутки. Это все в кладовое, еще что-то. Это все пострадало, потому что где-то замыкание, где-то гарь. Полопались двери. Дверь у нас входная в комнату полностью полопалась. Она еле ее открыли, потому что краска поплавилась и дверь застряла. Нам ремонт не делали здесь уже порядка с 93-го года вообще ничего. Чтобы вы понимали, мы платим за содержание дома. Дома ни косметического, никакого, то есть ни разу. Мы красили сами стены на втором этаже. На первом этаже тоже ребята сами ставили стену, потому что не было стены. То есть вы заходили с улицы и сразу комнаты. То есть вы понимаете, какие у нас квартиры. Душ мы сами все ремонтировали, покупали трубы, нанимали человека. То есть мы платили за работу и материал. Полностью все делаем сами. В момент пожара нам запретили сюда заходить. Все было в гаре. Далее прибыли два автобуса, в котором людей разместили. Не предоставили ни пледов. Люди без тапочек вылезали из третьих окон, из вторых окон. Дети. Ни в чем. С 70-го дома, спасибо одной женщине, она многодетная, она принесла детям хотя бы одежду. Только два автобуса. Это все, что нам предоставили. Переписали нас, кто жил в каких комнатах. Далее спустя какое-то время нас запустили в квартиры. Пристально, да, с пожарными. Чтобы мы взяли какое-то имущество. Дальше предложили, кто поедет в гостиницу. Гостиница, если не ошибаюсь, октябрьская. Поехали только 8 семей, потому что у кого грудные дети, еще что-то, что нам эта гостиница. Мы поехали. Кто-то к друзьям, кого-то приютили на одну-две ночи. А далее все. Мы обратились вчера. Были представители администрации. Не представились. Фамилии, может быть, ранее представились. Я, может, позже подошла. Нам сказали ехать на Московскую 24. Там нам сказали, даже если мы вам сейчас что-то найдем, после того, как вы соберете 13 пунктов, это справок, 13 пунктов, нужно это все собрать. Доказать, что у нас все-таки сгорело имущество, и нам негде жить. То, что здесь горит до сих пор, дышать нельзя. Это их вообще даже не волнует. Это нормально, они считают. Нам сказали, что даже если мы найдем какую-то комнату, вот 6 метров на человека, представьте, да, сколько человек в одну комнату. Ну, это такие, видимо, законы у нас, правильно? Не знаю. И сказали, вы будете платить и за это, и за то. Вот такую помощь нам предложили. Да как вы думаете, захотят люди поехать в другое жилье, более безопасное, да, хотя бы? Зачем? Это сколько нам нужно? Мы и так здесь по 8 тысяч платим зимой. Отопление 3 тысячи за 2 комнаты. Понимаете? И как мы будем и там, и там платить, сколько же нам нужно зарабатывать? Это такая вот помощь нам. Нам предложили вот так переселиться. Как вы сейчас оцените состояние у своего жилья? Можно здесь жить безопасно, где жить или нет? На данный момент, в принципе, невозможно из-за того, что все в гаре. Пока это даже отмыть, чтобы этим пользоваться, это надо неделю минимум. У меня дома даже посуда, слой, он не отмывается, это специальные средства. Еще и средствами дышим вдобавок. И небезопасно, потому что, мало того, оно было уже аварийное, это здание, давным-давно. И оно сейчас, представьте, еще намокло с водой. Мало того, где-то подгорело, еще водой намокло, это еще тяжелее стены и потолки. 48-я рухнула, без намокания. А представляете, что будет у нас? Мы ждем каждую секунду, потому что у нас уже все трещины, которые когда-то появились, их как-то залатали в 90-х каких-то годах, сейчас они проявились, и падает штукатурка. Все, на кухне невозможно, на другой вообще, где газ, что-либо делать. Это был запасной ход, у нас есть запасной ход, конструкция которого наверху началось обрушение кирпичей. Они сыпались, мы попросили управляющую компанию нашу, Октан, чтобы они нам замазали, чтобы кирпичей не нет, потому что мы выходим, выносим мусор, выходим через запасной ход, потому что здесь ближе. Компания нам в этом отказала. Они сказали, что ремонт выйдет почти в 2 миллиона, у них таких возможностей нет, и они просто заварили дверь. Железные у нас тут двери, они их заварили и все, оставили нас без запасного хода. И мы уже жители сами сбросились, купили цемент, нашли доски такие, и вот мужчины, которые у нас могут это сделать, они сами все заделали, разварили дверь и стали пользоваться. Во время пожара мы все воспользовались этой дверью. Мы вышли, многие вышли с детьми отсюда, чтобы это, а вот управляющая компания, как бы она не захотела просто это делать. Вот если бы этот ход был замурован, возможно, у нас были бы жертвы, возможно, потому что вот у тети Лены, например, 9-месячного ребенка они отсюда вынесли. Просто уже не могли ползком, они ползли с этим ребенком, потому что бы, если что, он бы там задохнулся, потому что дымом было черного. А ребенок, ну, он же не закрывает рот, он же плачет. И, конечно, могла бы, да, он просто ползком вытащил ребенка, завернутого в это. Я со своим ребенком тоже вышла, у меня ребенок после операции на сердце был. Мы тоже отсюда вылетали, кое-как по стенке прошли и вышли. Вот это благодарность, потому что если бы мы там остались, то дети бы погибли, просто не смогли бы.